Предприятие Пермского края готово участвовать в решении энергетических проблем Крыма. Об этом сегодня на встрече с президентом заявил губернатор Виктор Басаргин. Речь также шла о социально-экономической ситуации в регионе, ликвидации аварийного жилья, новых авиадвигателях, проектах в сфере нефтепереработки. Подробности беседы в репортаже Ивана Прозорова. Импортозамещение в Перми, недалекие планы, а реальное производство. Трансмиссию для вертолетов Ми-28 ночной охотник здесь уже производят. И теперь готовы строить новый авиационный двигатель. Его планируют устанавливать на Ту-214, Ил-96 и другие самолеты. Завод по сборке двигателя будущего основали в Пермском крае год назад, доложил Владимиру Путину губернатор Виктор Басаргин. Долго мы говорили по вертолетам России, что надо с Украины производиться сюда к нам. У нас есть предприятие «Редуктор ПМ». Сборочное производство, испытательный стенд сделали. Это уже новые наши ПД-14, Владимир Владимирович. Это двигатели? Это двигатели уже авиационные. Тоже кластер мы этот развиваем. У нас, вы знаете, сложилась кооперация. И видим сейчас некоторые программы, для того, чтобы нам на серийное производство... Сделайте нам хороший двигатель. Готовы. Надо переходить к серийному сейчас производству. Чтобы перейти к серийному производству, губернатор предложил собрать отдельное совещание по строению двигателей. А вот энергетика Пермского края в поддержке не нуждается. Напротив, мощь Урала может осветить и согреть не только соседей, но и далекий Крым, который Украина дважды обесточивала в декабре 2014-го. Мы построили сейчас генерирующие мощности, трубогенераторы 25 и новые разработки на 32 мегаватта есть. То есть мы готовы всю генерацию в Крыму за счет наших предприятий построить. Построить без всяких там генерал-электриков, семенцев и так далее. Промышленность основы экономики Пермского края. В прошлом году рост по объемам производства составил 5%. И по всем показателям регион превысил среднероссийские значения, отчитался губернатор. Эту отрасль поддерживают доступными кредитами, чтобы развивать отечественное производство. Регион готов обеспечить и продуктовую независимость. Интерес к фермерству повышается. Бюджетная поддержка 3,5 миллиарда рублей субсидий. А еще 8 миллиардов готовы вкладывать частные инвесторы, чтобы поставлять свежие продукты. В приоритетах и строительства нового жилья. Где мотят? Где мотят? Где мотят? Раньше на семью Ёлтышевых, родителей, трех сыновей и кроху дочку было 46 квадратов. Теперь двухкомнатная квартира почти в два раза просторнее. В новый микрорайон переехали по региональной программе «Молодая семья». У нас субсидия вышла на всех членов семьи 1,2 миллиона. Мы простояли полтора года, получили субсидию, продали свое жилье и купили здесь на востройке квартиру. Кроме молодых и многодетных семей, субсидий получают дети-сироты, жители аварийных и ветхих домов. По словам губернатора, их планируют расселить в комфортное жилье уже к 2017 году. В том числе из районов Соликамских провалов, где все еще оседает грунт. Спрос же на ипотеку, по словам Виктора Басаргина, из заврызших ставок упал в 2,5 раза. Но темпы строительства не снижаются. 33% даем рост по итогам полугодия жилищного строительства. В этом году планируем выйти на 1,3 млн квадратных метров жилья. А в том году 1,1 млн квадратных метров сдали. То есть будет побольше? То есть будет побольше. Это для нас спрос сегодня в стройке. Важный аспект. Но пока идем с ростом. И строители практически не подняли стоимость квадратного метра. Подводя итоги, глава региона объявил, что промышленность, строительство и сельское хозяйство останутся в приоритетах развития региона. Чтобы один раз увидеть все эти изменения, губернатор пригласил президента в сентябре посетить Пермский край, когда в регионе запустится первый в России завод к глубокой переработке остатков нефти.